Привет, друзья! Вот сегодня, видите, я решила поменять свои традиции и решила взять себе немножко пива. Посидеть с вами поговорить. Даже нашлась тут некоторые свои записочки. Хочу немножко, знаете, сегодня с вами поюморить и кое-какие рассказать вам истории. Такие смешные, ну, маленечкие такие зарисовки, друзья. А почему вдруг меня натолкнуло на такую историю вам рассказать? Вот что именно, вот вы знаете, это опять очередной анекдот. Вот видите, я же люблю пиво, как все русские, но с чем-то таким, понимаете, с солененьким, да? Ну, понимаете, сами орешки, то все. Здесь этого нет. Вот, тем более я-то, видите, пришла вот в такой вот, это паб, совмещенный с рестораном. Вот, а наверху отель. Тоже мы с вами здесь были. Это Апли Маннер. Апли Маннер Хотел. Вот, мне здесь тоже нравится. Ну, в общем, может быть, с другого ракурса. Потому что гулять, как вы понимаете, вот, не получается. Поэтому посидим, поговорим вот так. Так вы знаете, чтоб я опять не отвлекалась. Так вот, что хочу сказать, что у меня навеяло-то на эти маленькие рассказики вам рассказать. Про англичан в основном буду рассказывать. Ну, да, ну, наверное, да. Так вот, я это, значит, заехала, думаю, ну, раз я хочу пиво попить сегодня, так я заеду и куплю себе какой-нибудь рыбки, там, каперсы или киперсы. Киперсы, по-моему, да, вот, селедочка такая копченая. В Теско продается. Я думаю, ну, я так по-простому, по-нашему. Сейчас возьму эти киперсы, попрошу, чтоб мне их нарезали. Я взяла вот этот вот кусочек киперсов таких. Вот, ну, и там мужик какой-то. Я говорю, вы меня, пожалуйста, нарежьте. Потому что, что же, я буду руками рвать, то ли, что ли, тут. Я говорю, нарежьте, пожалуйста. Он меня спрашивает, вам вдоль нарезать или поперек? Я ему показываю, поперек. Значит, он подошел, там полчаса что-то стоял, стоял возле этой своей нарезки. Опять спрашивает, так вам вдоль или поперек? Я говорю, поперек, поперек. Ну, он там что-то спиной сделал, мне вот завернул, все запаковал. Я прихожу, открываю. Ой, ребята, ну вот, говорил же этот Задорнов, ну, тупые. Ой, тупые. А до этого у него же, я спросила, смотрю, там продаются маленькие сардинки. А я сардинки обычно тоже сама солю, если они свежие. Ну, думаю, возьму немножко. Я говорю, дайте мне, пожалуйста, вот эти все там показала ряд. Я говорю, вот эти все в ряду, в этом дайте мне, они посвежее смотрятся. Он мне их достал, положил в пакет. А они стоят 3 фунта килограмм. Ну, и, значит, и такой, что-то возле пакета, возле этого замялся, замялся, замялся. И начал считать. Заглянул и стоит, считает этих рыбок. А я спрашиваю, зачем вы считаете? Тут же 3 фунта за килограмм. Для чего их считать? Он так на меня посмотрел, странно. Видно, у него что-то опять в голове не сходится. Он опять потоптался, потоптался. Опять эти 3 фунта набил на весы. Весы электронные, сами же все должны посчитать. И опять залез, и опять считает. One, two, three, four, five. Этих сардинки. Я не могу. И вот это вот, вы понимаете? И вот эта вся история, она сплошь. Он так и не понял, почему он не должен был их посчитать. Я говорю, цена-то не заич, не за каждую, а за кило. И у него не сходится, у него все зашкалило. И в конце концов он все-таки с недоумением на этот чек посмотрел. One pound 75 мне дал. Все. Ну и вот я пошла радостно. Вот разрезал мне селедку, как я попросила, кусочками поперек. Вот такие тупые они, друзья. И вот вы представляете, что это все вот так вот вокруг, кругом. Самое-то еще интересное, что, понимаете, работы не найдете. Вот, пойди найди, называется работа. А вот такие тупари, они прекрасно работают и без проблем. Вот это первая такая зарисовочка про англичан. История номер два, друзья. Это хорошо, что я записала, иначе бы я, конечно, не вспомнила. Значит, история такая. Я на White Bay иногда продаю свои поделки через интернет. Ну и, в общем, покупаются они вот эти вот столики, которые я делаю. Там такое-сякое, немножко чуть-чуть. Какие-никакие, но денежки. Вот. Ну и я частенько захожу туда, на этот White Bay. Это сайт такой продажи. Всякие разные там выставляются на продажу вещи. Домашние, садовые. В общем, все, что хотите. Вот. Ну, я, естественно, захожу, иногда тоже смотрю, какие там объявления бывают. И вот вдруг. Смотрю я объявления, друзья. Не поверите. Пишут. Продается мышеловка. Новая. В очень хорошем состоянии. Использовалась всего один раз. Один раз. Мышеловкой была поймана мышь в нашем доме. И, значит, и сейчас продается мышеловка вместе с этой мышью. Потому что у меня больше мыши в доме нет. А эту мышеловку из-за того, что у меня очень-очень слабые пальцы, я открыть не могу. И поэтому мышеловка продается вместе с мышью дохлой, которую там защемило. Друзья, вот я не знаю, как вам, а я хохотала до слез. Это могут, наверное, такое вот придумать. Это только вот англичане. Ну, наверное, какая-то английская леди, понимаете. Вот поймала мышеловку открыть не может. А у них же там такие защелки. Ой-ой-ой. Убивают насмерть. И эту, как она, пружину-то потом не отогнуть. Короче, продается мышеловка с дохлой мышью кому надо. Ну, вот история номер три. Вспомнила тоже, значит, что было у меня как-то. Иду это я. Я, в общем-то, наверное, здесь жила какое-то время уже. Буду два, может быть. Вот познакомилась с русскими тоже. С друзьями. Вот. Ну, и однажды мы тут вот на посиделках. Ну, посиделки довольно-таки часто устраиваем. Какие-то тоже, знаете, вечеринки. Барбекю, как у них это называется. Вот. Ну, и обычно засиживаемся допоздна. Вот. А тогда я еще жила с мужем. И я машину не водила. Своей машины у меня не было. А его машину он мне не давал. И я благополучно гуляла одна. А гулять-то, в общем-то, довольно-таки далеко неко было. Потому что мы жили вот в Бинстетт-Хилл. В Банглово я вам показывала, значит. А ходила я в гости в центр в Райт. Довольно далеко. Ну, это 40 минут пешком. Ну, и ничего, я гуляла. При том, что довольно-таки уже поздно. Вы знаете, даже иной раз возвращалась после 11, после 12 ночи. И никогда не боялась. А, да, все-таки в этом плане, конечно, Англия – это песня. Вот. Ну, и вот. И вот, значит, возвращаюсь. Я это однажды. Вот с таких посиделок иду. Ну, уже пустынно довольно-таки. Значит, никого нету по улице. Я иду, и вдруг я слышу. Идет напротив, значит, по противоположной стороне улицы. Прямо в центре Райда, который тоже вам показывал. Вы знаете, по противоположной стороне идет стайка. Это компания молодых ребят. И они с таким упоением так громко на всю улицу дико ругаются русским матом. Ну, то есть они переговариваются между собой. И, естественно, значит, в связи с тем, что они уверены, что здесь англичане, что англичане ничего не понимают и не знают никакого русского мата. И они через каждое слово трехэтажный мат. Через каждое слово трехэтажный мат. И на всю улицу орут. А мне, знаете, стало так смешно и весело. Я думаю, нет, я их затрону, конечно. Ну, как же я не могу пройти мимо такого. И я вдруг им говорю. Ой, ребята, как приятно услышать русскую речь в Англии. Хотя она и не очень греет мои уши, не очень ласкает слух. Но приятно услышать такую замечательную русскую речь отборный мат. И они, друзья, притихли. У них такое замешательство. Ну, ребята такие, довольно-таки, вы знаете, даже приличные, скажем так. Вот. И потом они тоже как грохнули и ко мне. Ой, извините. Ой, простите. Ой, пожалуйста, пожалуйста, нас простите. Да мы не думали, мы не знали. Ну, и вот. И, короче, подошли ко мне. Тут мы с ними разговаривались. Я говорю, да ничего-ничего, ребята. Бывает, конечно, я вас понимаю. Мы, бывает, сами тоже себе позволяем. Мы в очереди и везде разговариваем, о чем хотим. Потому что уверены, что они не понимают русского. Но бывают порой такие казусы. И, вы знаете, потом мы с ними познакомились. Это трое ребят было от русских. И частенько, довольно-таки, потом я их встречала. Я-то их уже и забыла, конечно, господи. На лицо их трое, тем более уже было темно. А они меня запомнили капитально. И вот, бывает, где-нибудь я иду, а они мне говорят. Галина, здравствуйте, кричат. Галина, здравствуйте, здравствуйте. Вы нас помните? Я говорю, а, да-да-да. Батюкошники мои русские. Помню, помню. Так что, вот так. Еще один такой смешной случай был. Ну, вот еще одна история, которую я вспомнила. Это уже была со мной вот во Франции. Когда я в Ницце была, летала там. Порхала, бегала, как сумасшедшая. Вот. И, значит, как-то я побежала. Я, когда Жан-Франсуа уходил на работу, я была предоставлена самой себе практически целый день. Я тут же убегала. Естественно, бегать по центру города, по Ницце, по набережной. В общем, смотреть всю эту красоту, само собой. Потому что-то мне дома сидеть. И вот я, значит, бегу в очередной раз. А у меня такие были на небольших каблучках сапожки. Но даже, наверное, дело не в сапожках было, а в том, что в Ницце, друзья, вы знаете, вы не поверите, там столько собачьих какашек в кругу валяется. Это вот тогда я просто была поражена, что такое у них творится. Вот в Англии, конечно, такого не найдешь. Здесь всегда убирают за своими собачками какашечки. А вот как раз вот в Ницце я тогда была удивлена на стабилию какашек. Они собачек тоже разводят своих. Но вот. И какашки не убираются. И вот я бегу, значит, это я радостно. И вдруг я, наверное, наступаю на эту какашку. Вы не поверите. Под ноги-то не смотрю. И я из-за того, что у меня попало каблучком, по-моему, еще каблучок какой-то, пластмассовая набойка, знаете, и я, в общем, как я поскользнулась, и как я грохнулась. И прямо в эту же какашечку из задницы я упала. Ой, да и больно так я вдарилась. Ой, 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 ой. Короче, напротив шел парень. Ну, мужчина молодой. И он увидел, что я так упала неудачно. Он перебежал через улицу. Они же в этом плане, знаете, такие очень-очень джентльмены. Все очень такие воспитанные. Он подбегает ко мне. А у них по-французски всегда они говорят сова. Сова. Вот это у них и приветствие сова, и когда вот уходят сова, или вот, ну, как-то хотят вот... Я даже не знаю, что вот обозначает эта сова. Кто знает французский, поясните мне. Вот сова и сова. Ну, и вот он ко мне подбегает. Он меня поднимает под локоток и спрашивает. Сова? Сова? А я, мне, знаете, и больно, и смешно. Я говорю, да какая там сова? Тут писец. Не сова. Тут другое животное. И мне стало так самой смешно. И, в общем, запомнила эту историю тоже. Говорю, какая тут сова? Тут писец. Ну, и последняя история, наверное, на сегодня. Это была со мной такая, когда я приехала после Франции. Вот. Ну, и, в общем-то, я поселилась в Англии, да, жить. А у меня-то навыков в жизни в Европе все равно никаких. И то, что, когда я жила во Франции, и там, я помню, всегда вот они такие, французы. Да и даже вот сейчас я встречаюсь с Андрин, вы знаете, вот она сразу бросается целоваться. Щечечки. Щечки, чмоки-чмоки. Вот. Это значит вот французы так. Ну, и когда я, меня Жан-Франсуа водил, там возил ко всем знакомиться и меня всем представлять, и всегда они ко мне бросались и всегда говорили, ой, сова, ой, Галина, да. И значит, вот меня в щечки расцеловывали. И я подумала, что это вот так вот по-европейскому положено. Ну, и когда я приехала в Англию, естественно, я решила применить вот такой свой европейский опыт и в Англии. И когда, значит, вот муж меня, помню, повел вот в этот пробас-клуб знакомить со своими всеми там, ну, они даже не друзья, а, как сказать, ну, вот такие приятельские, вот эти все остальные члены этого клуба. Ну, отношения довольно приятельские, тем более, представляете, англичане, тем более, это не молодые англичане. Это, в общем-то, англичане уже вот такого вот возраста, понимаете, за 60, за 70, скорее больше, даже за 70. И они все с Оксфордским образованием, бывшие бизнесмены. И, в общем, конечно, там такие довольно чопорные. И что вот вы думаете? А я такая, значит, вот решила применить вот этот французский свой опыт здесь. Я решила, что, наверное, так везде. И когда, значит, вот муж меня представлял, я бросалась сразу, значит, вот целоваться с этими всеми женщинами. Всегда говоря, ой, hello, how are you? И я бросалась целоваться в щечки. Они немножко, значит, вот шокированы были. Мы, сначала мне муж об этом не сказал, что я себя неправильно веду. И мне, естественно, никто тоже не сказал. Потом как-то, значит, у них еще были такие тут ланчи для женщин отдельно. Ну, и я тоже с удовольствием ходила. И они меня приглашали, им очень было интересно порасспрашивать со мной, поговорить, ну, знаете. И вот я, когда приезжала одна, я тем более такая ошалевшая была, значит, и я заходила. Женщин много, там, наверное, человек 30. А для меня, можете себе представить, они, в общем-то, все были на одно лицо. Имен я абсолютно не помнила ни одного английского имени. Я запомнить не могла. А для меня это все было вот так вот. Да и вообще я очень плохо имена запоминаю. Знаете, название цветов, название таблеток, это не ко мне. Я ничего этого не помню. Мне надо только уже несколько раз человека узнать, чтобы его запомнить по имени. Не знаю, с чем это связано, но говорят, что это просто вот такая, не знаю, бывает у людей именно устроена так память. Я не фиксирую внимание, а потом уже поздно. Ну, и, естественно, я и не знала, как их зовут. И когда я заходила, они, значит, там уже были в основном все на месте. Я заходила, и я опять ко всем бросалась. О, hello, how are you? И опять всех расцеловывала. Как это там, знаете, за ручки хватаешь, расцеловываешь в щечки. Вот. И, значит, они, кстати, я смотрю потом, некоторые просто шокированы. Потому что получилось так, что некоторые женщины, они даже меня и не знали. А я бросалась к ним, как к знакомым, хорошим. И, значит, вот бросалась расцеловываться. Ну, вот. Ну, короче, было очень смешно. И потом, когда там кто-то из друзей мужу, видно, жена пришла, передала. И, короче, ему передали, что, ой, Галина такая интересная. Она вот к моей жене бросилась ее расцеловывать. И жена была так удивлена ее такой приветливости. Хотя она ее до этого не знала никогда. А та просто ее бросилась целовать. И мой муж говорит мне, Галина, у нас так не принято. Ну, как бы, да, там хорошо это все, но не принято. Я думаю, ой, ничего себе я опростоволосилась. Ну, и я, естественно, поняла свою ошибку. На следующий раз я прихожу, я такая чопорная, значит, здрасте, здрасте. А они уже ко мне все бросаются наоборот, зная вот это, что было. И они, значит, ко мне все с улыбкой бегут. И у них такая растерянность на лице, что я, оказывается, перестала целоваться. Тоже было интересно. И потом даже мне там Элен, которая, дальше мы там, потом дальше дружили с ней немножко, ну, так, по-приятельски. Она очень хорошо ко мне относилась. И она мне сказала, что да, вот вы меня, Галина, ошеломили в нашей первой встрече, когда вы меня так расцеловали, прям так по-дружески, прям так любовно, тепло расцеловали. А потом почему-то от меня холодно отвернулись, когда я к вам подошла. Я говорю, мне просто муж объяснил, что так нельзя. Она говорит, ну, почему же нельзя? Это было так приятно. Потому что это, в общем-то, какая-то пикантная такая ваша была черта. Ну, вот, и черт тут поймешь, как вот с ними тут правильно или неправильно себя вести. Так, вот такие вот, друзья, сейчас вам рассказала истории. Не знаю, может быть, вспомню что-нибудь еще. Если вам понравились такие коротенькие зарисовочки, пишите свои отзывы. Пока-пока!